Приветствую вас, разрешите немножечко поправить ваш вопрос, ваш вопрос, и сказать, что ни к чему этот сон, то есть он ничего не предвещает, этот сон, а про что этот сон, про что? Так вот, если говорить о том, про что этот сон ваш, то этот сон про то, что ваш брак сейчас, возможно, переживает кризис. Либо вы думаете, что он переживает кризис, либо вы боитесь того, что ваши отношения могут вступить в кризис. Ну, то есть, имеет место быть у вас что-то вот такое. Вот. Значит, дальше, дальше. Ребёнок для вас – это своего рода, ну, выход. Выход из положения, выход из ситуации, выход из кризиса. То есть, для вас ребёнок – это, по сути, средство решения проблем, которые либо есть, либо могут быть у вас в, значит, ну, в семье, в браке, в отношениях и так далее. Вот. Значит, священник – это, по сути, ваша вера. Вот это вера в то, что всё пройдёт, вера в то, что всё хорошо, вера в то, что вы за всем справитесь и так далее. Вот. Ну, это, как иногда это, иногда это называется таким арки-сценарием. То есть, это вот такой сверх-сценарий. Когда человек руководствуется ценностями, да, которые у него есть, и эти ценности направляют его. То есть, какая-то вот вера, культурные ценности, ценности, традиции иногда, обычаи в некоторых случаях. Ну, вот. Такая история. Здесь. Вот, в принципе, в принципе, то, что можно вам сказать. Священник – это, по сути, некая такая потребность, некая потребность, ответственность перенести себя, да, за решение ваших проблем с мужем, либо на ребёнка, которого вы выбрали для этого, видимо, либо на ребёнка, либо на кого-то из вот священников. То есть, кого-то из, либо на веру. Вот. А вот вера – это вот про перенос ответственности идёт. Опять-таки. Вот. Значит, значит, вот так вот я могу вам сказать. Ну, и здесь, конечно, такой достаточно важный момент, да, который мощно будет озвучить. Это такой, почему вы хотите ребёнка, для чего вы хотите ребёнка, ребёнка, что для вас ребёнок. Вот. И, соответственно, почему не получается. То есть, если по здоровью какие-то проблемы, соответственно, либо лечитесь, либо пользуйтесь услугами для тех родителей, которые не могут иметь детей. Вот. Если тогда с здоровьем всё в порядке всё равно не получается, значит, у кого-то есть психологический барьер, скорее всего, у вас. И, ну, естественно, что с этим аспектом нужно работать. То есть, если у вас проблемы, если у вас барьер, то с ним нужно работать, да. Вот так. А свечение здесь ни при чём. Вот. Ну, это если вы просто считаете, что уже пора иметь детей. Но, к другой стороне, знаете, к другой стороне история такая, что не получается у вас ребёнок, ну и что? То есть, ну, как раз, это бы было, но не получается, и ладно. То есть, какая необходимость-то в этом? Какое значение вы вкладываете в ребёнка? И чё-то повторяю, да, вопрос. Вот. Мне думается, что именно вот на эту тему вам и нужно подумать обязательно. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Значит, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Всё. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok